Здравствуйте, Скорпионы! Это прогноз для вас на период сентября 2018 года, в котором я хочу рассказать о том, как будет складываться ситуация для вас в этом месяце, какие благоприятные периоды я вижу для разрешения ваших дел, осуществления ваших планов и в каких делах и в какие периоды не стоит рисковать и быть более аккуратными. Несколько событий очень важных происходят, связанных с вашим управителем. Напомню, у вас два управителя. Европейская астрология считает, что вашими управителями являются Плутон и Марс. И планета Плутон в этом месяце имеет прекрасный аспект от планеты Юпитер. Я говорила об этом аспекте, его называют аспектом миллионера. И он как раз-таки даёт возможность нам масштабироваться за счёт коллективной энергии или за счёт коллективного влияния, то есть какой-то некой власти определённого коллектива. Если мы сочетаемся, ну, скажем так, совпадаем с их мышлением, да, если мы в чём-то полезны, то мы можем стать их частью, а может быть даже и возглавить этот коллектив. То есть тут вот как бы один в поле не воин, и однозначно, что этот сентябрь, он про работу с другими людьми, про работу даже с групповой энергией. И мало того, что просто про работу, про эффективную работу, когда вы можете эту групповую энергию даже возглавить, направить, а может быть и контролировать. Ну, это всё для вас очень такие, я думаю, слова важные, нужные. Вы любите эти процессы. Очень непростым является и прохождение вашего второго управителя планеты Марса по Водолею. Водолей для вас — это фиксированный тоже знак, как и вы, и он находится в 90 градусах от вас. А значит, здесь второй управитель вам даёт мощное напряжение в течение всего месяца. Но это напряжение опять-таки от коллективной энергии, как ни странно. Оно опять-таки возвращает нас к тому, что в одиночку вы сейчас ничего не сделаете и должны работать в коллективе. И да, в коллективе у вас, скорее всего, будут какие-то трудности, какие-то сложности, какие-то непонятности и даже открытые конфликты. Но первый управитель говорит о том, что вы имеете все возможности с этим справиться и подавить начинающееся восстание. Интересно также то, что Венера в этом месяце идёт по вашему дому первому символическому, по вашему солнышку. Может быть, по асценденту, по другим каким-то важным частям вашего гороскопа, который находится в Скорпионе. Она тут надолго, поэтому, ого-го, у вас любовная тема очень сильная не только в сентябре, но и в октябре месяце. И любви, наверное, быть. Ну вот какая любовь это будет, какого качества? По сути дела, когда Венера идёт по Солнцу, по нашему первому дому, это про нашу привлекательность. Это про то, что мы являемся объектом интереса и желаний для других людей. И наверняка в сентябре у вас будет много внимания со стороны других людей. У вас будет масса комплиментов. Те из вас, кто хочет действительно реализовать какие-то личные потребности в этом месяце, наверняка их реализуют. Будут те встречи яркие, чувственные, которые позволят вашему темпераменту реализоваться обязательно. Но если у вас какие-то есть желания более серьёзные, например, на серьёзные длительные отношения, на брачные, то, пожалуй, да, это вполне может тоже быть в этом месяце, эта встреча. Но уже тут под вопросом. Вот вопрос, он такой, что всё-таки Венера заходит в петлю, она будет ретроградной в октябре, в ноябре. И вот насколько встречи этого периода могут перерасти во что-то серьёзное. И знаете, даже, ладно бы, переросли качества этого серьёзного. То есть мы можем быть долго в отношениях, но мы ведь можем у них и страдать, мы ведь от них можем быть несчастными. Вот, к сожалению, Венера ретроградная, она не всегда даёт только лишь расставание после встреч. Она очень часто даёт отношения мучительные по качеству своему, нехорошие, некачественные отношения. Вот как бы единственная, наверное, в этом загрузка. Вся прохождение вот этой Венеры по вашему знаку. А так, конечно, вам можно только позавидовать, что Венера так долго будет гостить у вас. Она создаст, помимо любовных отношений, вообще просто создаст отношения радости какой-то, какого-то благодати, счастья для вас во многих моментах. Ну, что-то как любимчиками в небес вы будете однозначно несколько раз ходить за это время и точно за этот сентябрь. И вот, пожалуй, можно выделить здесь из хороших периодов это время где-то с 11-го, представляете, примерно по 28-е число. Вот это время, оно всё про хорошие аспекты ваших управителей двух. Они разные эти аспекты, но они все почти идут со знаком плюс. То есть они вам дают очень много энергии, они дают возможности вам реализовать те идеи, которые вы хотите. Они дают вам возможность работать в коллективе. Они дают вам возможность заработать столько денег, сколько вы хотите. И получить то влияние, тот контроль, который вам необходим на данном этапе, на который вы претендуете. И, наверное, тут можно выделить, что поездки, если вы будете планировать их, то поездки лучше реализовать с 14 по 17 число. Во время полнолуния 25-го числа, 24, 25, 26 число, у вас вполне возможно будут события из прошлого. И эти события будут какие-то обновленные. Понятно, что они не будут прям 100% проигрываться, так как они проигрывались уже. Но, тем не менее, вот как бы вам придется встретиться с прошлым опытом, с прошлыми результатами. И как-то иначе их ассимилировать в вашей жизни, иначе их применить в своей жизни. Ну, сказать, что это со знаком плюс или минус, не очень могу 100% сказать. Прогноз личный будет здесь, как бы в помощь вам. Тем не менее, у нас полнолуние вообще сутурианское, напряжение от Сатурна идет на точку полнолуния. Это говорит о том, что, наверное, ответственность за прошлые события придется взять. Наверное, все-таки прошлое-то вас нагонит со всеми вытекающими отсюда последствиями. И, пожалуй, я бы сказала, что не очень простым периодом является время перехода Венеры в знак Скорпиона. Вот там, тут будут какие-то критические моменты, связанные с отношениями, с другими людьми. Что-то вас будет раздражать, вы будете конфликтовать с людьми, будет напряжение большое. В это время надо себя очень сильно беречь, потому что вы возбуждены, вы гневливы. В этом гневе можете нанести ущерб коммуникации с другими людьми, своему настроению. Ну и это не очень хороший аспект, если вы чувствуете себя плохо, потому что в это время может быть ухудшение ситуации. То есть, получается, по идее, у вас достаточно много в этом месяце моментов, даже я бы сказала, целый такой крупный период, что не всегда выпадает. Не на долю каждого знака зодиака в этом месяце выпал такой слишком длительный период благоденствия. Вы им, пожалуйста, воспользуйтесь. Потому что, да, были у вас какие-то такие, ну, всё-таки ретроградный ваш управитель второй был целое лето. А это испытание для такого деятельного, ментального знака, который, в общем-то, любит, чтобы всё подчинялось ему, чтобы было всё подконтрольно, чтобы он умел вот как бы любое событие как-то повернуть в свою сторону. Но такой вы, такой достаточно фокусник и маг, а лето, может быть, было не совсем в этом плане для вас благоприятным. Но вот осень наступила, и всё изменилось, и всё исправилось, как вы хотите. И вот как раз тот период, который я обозначила, он прекрасен для того, чтобы реализовывали всё то, что вы поставили на стоп, а то двинули в это лето. Пожалуйста, не пропустите его. Я вам желаю хорошего настроения и крепкого здоровья. Самочувствие не должно вас подвести. Берегите себя особенно в первой половине месяца по этому поводу. Ну и до новых встреч. До свидания.